Доброе время суток, друзья! 22 июля. Хорошее событие. Мурат Гассиев возвращается. Его боец этнический турок. 39 лет. Эркана Тепера. Бой будет в России. Смотреть будем по РЕН-ТВ, ребята. И в двух словах, кто такой Тепера. Ну, сначала такое предисловие. Конечно, ребята, путь, по которому сейчас идет Мурат, он, конечно, зависит не от него, поэтому нападков никаких не нужно делать. То, что там мешок, не мешок, в России ничего не светит, это все понятно. Ну, а что делать, если он никому не нужен там, где нужен бокс, да? А бокс нужен, где Америка, да, Британия, где деньги. Хочется, конечно, туда. Может, это уже мое мнение, Мурат совершил ошибку, то, что перешел в супертяжелый вес. Мне кажется, это чисто мое сугубо личное мнение, чтобы... Ну, вот, Кокусик, допустим, завоевал абсолютно, да, в первом тяжелом весе и поднялся, и уже был как бы востребован. Ну, как бы поднялся и уже каких-никаких бойцов там, но это Узерспон, да, или кто там, Узерструн какой-то, я его не знаю и знать не хочу. Но дело в том, что он там уже бился, там уже боксировал, там, где нужно это делать. Америка-Британия, да, и видите, что? А Мурат проиграл, и поэтому никак он в ту тусовку не попадет, никак его там не возьмут, и поэтому здесь его, как могут... Ну, подогревают, что можно, дают. Ну, парню-то жить надо на что-то. Конечно, эти бои ни к чему его абсолютно не обязывают. И опять я вернусь к своему сугубо личному мнению. Мне кажется, нужно было остаться в первом тяжелом месте. Мне кажется, нужно было выиграть вторую суперсерию. Мне кажется, нужно было побить Бриедиса и, ну, остальных бойцов, которые там были, и тогда уже с багажом абсолютного чемпиона, тогда, мне кажется, он был бы более интересен публике какой? Британский, американский, только там бокс сейчас, в принципе. Мне кажется, так нужно было делать. Но я от этого, ребята, как бы вот от этих закулисных подковернувных игр далек. Может, конечно, ошибаюсь. Может, это какой-то ход тактический у Мурата. Ну, не у Мурата, а у тех людей, которые рядом. Ну, в данном случае хреново, да? Ну, с хреновым ребята, конечно, связываться опасно. Иначе можешь так и остаться на российских аренах и не завоевать ничего, никаких слав. Не потому, что ты не у Меха, а потому что, ну, никого не дают, ни с кем не дерешься, да? И вот такие дела. Так, теперь вернемся сюда. Ну, кто такой, ребята, Эркана? Посмотрел я его. Ну, вот знаете, как сказать? Вот назвать его мешок, он уже не мешок. Он уже более интересен. Да, мы его не знаем. Да, мы за ним не следили. Да, понятно, что Мурат его побьет. Да, понятно, что он его побьет, нокаутирует, побьет нокаутом или там остановкой боя. Это второй вариант. Это второй вопрос, извиняюсь. Но, вот смотрите, Турк, он нокаутировал Прайса. Как бы вам смешно не было, но Прайс тоже понятно, да? Но вы помните, когда Прайса нокаутировал Саша Поветкин, когда Прайса нокаутировали другие какие-то люди? Сколько было воплей и возгласов? Посмотрите, какой удар, да, вот с Поветкиным в данном случае. Посмотрите, какой молодец, Прайса нокаутировал. Там еще что-то. Ну, давайте вопить теперь и над этим Арканой. Он же нокаутировал туркам. Давайте кричать, ой, какой боец сильный, ой, какой молодец. Да у нас, видите, какое подразделение идет, как у всех. Не только у нас, там, везде и в Украине. И, ну, не буду говорить, перечислять, вернее, говорить можно во всех странах постсоветского пространства, как наш боксер нокаутировал там этого же Прайса. Все, молодец, хороший боец, смотрите, что сделал. А как какой-то турок нокаутировал его, да? Да кто такой турок? Да ладно, мешкобой, да кто такой Прайс? Нужна какая-то, ребята, справедливость, все равно. Ну, нужна какая-то совесть, нужны какие-то человеческие качества, не вот это тупое, тупое верование, верование ни во что. Сложно, конечно, сказал, ну, кто умный поймет, а, ну, дуракам, что, пусть думают, что думают. И вот здесь, смотрите, он проигрывал только кому? Проигрывал Хаммеру, проигрывал Ваху, но Хаммер и Вах, ну, да, не чемпионы, ребята, но все равно они бойцы, ну, более-менее. Бойцы все равно, ребята, более-менее, и бойцы все равно, ну, дерущиеся, их нужно пройти. Поэтому турок не сказать, чтобы он прям мешал, все равно он будет драться, все равно он смелый турок, все равно он идет размениваться, ну, да, полноватый немножко, ну, да, ну, да, устает иногда раньше времени, посмотрите, он был нокаутирован Хелениусом, ну, Хелениус, это боец большой, Хелениус, он нокаутировал и Ковнацкого, кстати, ремарш сколько будет, поэтому сильные минусы-то не нужно приплюсовывать, потому что Хелениус, боец бьющий, и если нет подхода к сопернику, если ты с открытой башкой, как Ковнацкий, идешь, то, конечно, Хелениус, он будет проигрывать все раунды, но попадет и может нокаутировать, потому что он огромный тоже, а рост в боксе сами знаете, если еще немножко в голове есть, он в супертяжелом весе на многое влияет, не на силу удара и на выброс рук, поэтому, ребята, по прогнозу-то все понятно, конечно, Гассиев выиграет, конечно, он нокаутирует, но-но-но-но-но это, ребята, не прямо с такой мешок дырявый, ну, может, да, мешочек такой, неплохой, но неплохой мешок, такой уже современный мешок, неизношенный мешок, потому что есть мешки, вообще, прям, да, вот, как до этого с Гассием тот там дрался, сефери, какой-то сефери, да, по-моему, дрался, это, да, тот уже такой мешок изношенный весь, в плане бокса, ну, никакой, да, то это уже какое, ребята, это уже интересный, это уже нормальный, это уже более-менее, ну, давайте так скажем, давайте не будем уж его принижать до такой степени, чтобы было неинтересно смотреть, ну, что, всем удачи, главное, ребята, снова возвращение, главное, мы смотрим на Мурата, потому что у нас в России бокса нет вообще, вы знаете прекрасно и уже говорите об этом, так же, как и футбола, так же, как и многого другого, поэтому, ну, что дают, то и бьем, правильно, все, удачи, друзья, подписывайтесь на наш канал, не забывайте, саленцы.